За это тогда не давали героя, но орден посмертно, когда повезет. Ночная разведка, как водится боем, с которой Торота уже не придет. Вернуться судьба лишь троим нагадала. Сержант, лейтенант и один рядовой. И над зачеркнутым орден стояла медаль за отвагу, раз вышел живой. Сержант до утра не дожил, отстрелялся. И в водах днепра утонул лейтенант, а вот рядовой, рядовым и остался. Остался в живых и вернулся назад. Не каждому, видимо, ангел представлен. Он зря не пижонил, не лестно рожен и не был в дальнейшем к наградам представлен, тем более был под омгой окружен. Листы наградные куда-то пропали, и с ними медаль за отвагу ушла. Хоть люди в селе старика уважали, но все же за глаза говорили без зла. А наш-то, небось, в штрафниках отслужил, не иначе. Да не, кантовался вестимо в плену. Я слышал, что тот, кто на немцев батращил, не может наград получать за войну. Про те пересуды старик, узнавая, вздыхал и сильнее налегал на верстак. Но к клубу со всеми 9 мая ходил, оставляя на стуле пиджак. На том верстаке мастерил домовину, привыкший во всем обходиться своим. Знать ведал старик, и в ту же годину из высшего штаба прислали за ним. Такое ведь только в России бывает. Хорошая новость, большая печаль. И вот в аккуратно 9 мая в район с документом прислали медаль. На сходе читал председатель бумагу, и комкали бабы платками глаза. Она, чтобы был герой за отвагу, ведь малость не дожил. Эх, жизнь полоса. Медаль по рядам в тишине обносили. Хоть долго пылилась, сверкала она. Как будто вручали ее всей России. Как будто вчера отгремела война.